всем привет надеюсь это видео последнее что-то мне уже не радует то что я начал но надо уже доделать сегодня надо закончить эти долбаные крестики нолики надеюсь я это сделаю и так чё тут не хватает прошлый раз рисовали рисовали и дорисовались короче сейчас соберусь мыслями так 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 а просто оставим крестики нолики проверяем ну короче просто рисуем крестики нолики теперь надо проверить кто выиграл кто же выиграл добро или зло зло или добро очень важный вопрос надо для этого добавить вот тут переменную int это будет перемена int обязательно int winner player сейчас будет 0 потому что никто не выиграл дальше надо такую функцию воет будет эта функция будет проверять выиграл кто-то или нет его вот после того когда мы что-то кликнули ее надо будет вызвать так так давайте-ка сначала напилим это эту проверку как мы будем проверять так давайте я напишу так проще имеем меньше видоса будет времени и потом вам покажу короче получилось что-то типа такого пробегаюсь по горизонтали вертикали считаю сумму но если будет три там одни единички и если три то наш выиграл выиграла добро если минус 3 знаешь зло и потом пробегаюсь по по этому по косым вот этим по диагоналям одну диагональ проверяю и вторую сумму складываю если тоже положительное 3 то это выиграл добро а если минус 3 это зло теперь смотрите надо надо как-то модифицировать вот это все добро вот мы проверяем чек вин так так после того как кликнули туру 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 ту после того как кликнули все я понял а значит кликать больше наверное нельзя давайте вот эти все проверки mouse button и прочее я вынес вот сюда я если 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 winner player равно нулю то есть никто не выиграл то я это все вот сюда после того как чек вин будет у нас это глобальная переменная возведет в один или минус один соответственно будет обрабатываться вот это что это сделала я сделаю вот вот копипаст сделаю i am sorry but так надо сейчас я объясню для чего да так вот если 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 какой-то игрок выиграл то можно будет сбросить игру а чтобы сбросить игру надо будет кликнуть в левый верхний угол тут уголок да и вот если мы туда кликнули то мы очистим игру clear game data сделаем и сбросим эту переменную нолик равно нолик перейдем сразу в clear game data у нас тут только поле очищается но помимо поля надо еще вот эту штуку сбросить надо сбросить текущего игрока в один виннер player в ноль есть теперь смотрите если игрок не выиграл если же выиграл то все и кликнули в нужное место то 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 сбрасываем вот здесь теперь поле рисовать будем только в том случае если winner player не равно нулю иначе рисуем наше поле вот так а если у нас есть какой-то этот победитель то winner player то мы сразу напишем кто выиграл если выиграла добро то напишем что добро для этого нам надо что нам надо 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 вот такую штуку сделать нам надо еще подключить 2 2 2 заголовочных файла инклюду sdl и матч текст чтобы написать вот ттф есть дальше для всего и тога для всего и тога надо завести переменную вот здесь ттф то шрифт будет фонд вот так вот фонд и sdl surface что потрендрилась туда текст короче вот так дальше нужно проинициализировать библиотеку шрифтов сделаем вот здесь нет а если ттф и нет меньше нуля то значит что-то произошло нехорошее return 0 и один уже и нужно еще загрузить шрифт шрифт загрузил вот так вот фона то равно ттф open font это шрифт файлик я положил в корень к проекту поэтому все но open он называется так вот open sans bold точка ттф и размер 24 open sans вроде вроде все так теперь теперь надо же нарисовать написать что кто-то выиграл для этого делаем вот этот текст равно ттф от рендерин текст рендер текст текст солид дальше нашим шрифтом фонд и напишем player не будем писать что это добро выиграла а то мало ли вот и цвет а какой цвет подожди к давайте к текст колор вот текст колол и цвет ой то что такое и цвет будет green будет 255 вот так а не тут же блин тут же другой тут же тут же не эту структуру принимает а чуть-чуть другую секундочку что такое выключено так тут нестандартную тут вот sdl color вот sdl color текст color и равно вот так вот зеленый цвет у нас будет вот текст текст color все вроде нормальды так если же не один равно значит выиграла зло но об этом мы промолчим так дальше когда это все вот так будет то ssdl фу как много всего писать надо текстуру 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 дальше сделаем текстурку равно sdl create ее текстуру он голова кругом идет ребятки я всего лишь хотел написать простые всего лишь крестики нолики всего лишь вы слышите меня проект стены шин будет визг разделить на 2 минус текст ширину но это чтобы она где-то по центру размещалось скрин визг разделить на 2 минус текст высоту высоту тоже разделим на 2 кстати тоже разделим на 2 текст теперь надо ширину текста и текст теперь высоту текста фух так и и последний штык на 10 7 ничего не забыл sdr render copy render copy рендер copy рендер текст текст текстура 0 без по-моему вот так вот контроль и 5 крестик 0 крестик нолик крестик player win что что-то подожди к почему я же должен блин вот же не сделал еще проверку если line равно 0 и raw равно 0 то только тогда очищать только тогда очищать еще раз проверяем вроде игра работает крестик нолик крестик нолик крестик player 1 win кликаем все очистилась крестик нолик крестик нолик крестик нолик зло выиграла ну на языке с игра закончена его сколько мы вылезли мы вылезли за 300 строк кода теперь это добро надо срочно написать вот здесь так быстро 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 делаю что я делаю что я делаю мне надо быстро скопировать цвет текст color вот текст был дальше аналогично мне надо что-то что-то со шрифтом сделать так current player ipod winner player winner player у нас будет равен нулю идем дальше идем дальше какие еще нужно чек вин так чек вин давайте аналогично ставлю на паузу и делаю чек вин так сделал функцию чек вин она аналогично той которая на 7 вот все точно также вы смотрите теперь мне надо clear game data мне надо вот эти переменные занулить так сказать есть дальше что мне еще надо мне надо в основном а мне надо подгрузить шрифт это делается следующим образом вот я создала кошечка пишу фонд равно по гейм фонд системный фонд возьмем имя можно не указывать размер а пусть 24 тоже есть дальше что мне еще надо мне теперь надо сделать здесь все как в языке си так так значит если winner player равно 0 то то есть если нету еще того кто выиграл то делаем все вот это иначе копипаст обычный копипаст вот так скопировал и дальше я здесь надо определить если лайн равно нулю и ров равно нулю то clear game data так так здесь это опять определяем клика когда мы кликнули в бой левый верхний угол вот то очистить очистить все так дальше после того как подожди вот здесь кликнули здесь надо проверить на чек вин на игрока выиграл кто выиграл здесь у нас winner player есть вот определиться winner player флажок поднимется все хорошо дальше что вот здесь теперь нам аналогично надо сделать если winner player не равно нулю то будет у нас выводится текст выигрыша да так кстати а проигрыш и на данную его в баню не хочу я уже надоело не такое это уж простое дело как оказалось так иначе рисуем поле теперь все делаем как там на 7 если winner player равно единички то делаем просто текст текст равно play player 1 1 вин иначе текст равно player 2 вин есть теперь давайте имидж равно отрендерим нашу наш текст в картинку текст труду поставим и цвет текст колор и скрин . были не блица блин теперь имидж ну и тут вся эта ерунда с акса карин и делим на 2 минус и матч получаем get ширин дед ширину делим на 2 дальше скрина делим на 2 минус и матч дед делим на 2 вот так вроде вроде все а ну-ка шифт и где не понял и стоп стоп чтобы не тут остановить а чё не так-то филдата подожди-ка подожди где упала а какая-то ерунда завелась какая-то ошибка когда писал спешил спешил так крестик нолик крестик нолик крестик нолик player 2 win теперь не работает в чем дело если line равно 0 и руна на ноль то clear game data все швы не правильно так так легенда то что в clear game data a current player ё-моё global спешу уже уже мне в печенках эти крестики нолик global winner player есть проверяем control shift 9 нолик крестик нолик крестик нолик player 2 выиграл тык-тык-тык-тык-тык тык-тык-тык ухты play 2 выиграл ничего себе зло выигрывает что ж ребятки теперь давайте посмотрим во что нам обошлось 152 строки на питоне и в два раза больше на языке си и какие можно сделать выводы товарищи конечно же для начала прототипирования мы можем увидеть что язык питон лучше так чисто что-то попрототипировать да здесь ничего лишнего чисто какие-то обе функционально такое программирование вызываем описываем методы переменные не паримся типах все хорошо все четко коротко ясно и красиво ну соответственно что-то можно было переписать на питонячий стиль уже было бы еще короче язык си язык си объемен не все есть стандартной поставки того же sdl да мы убедились на примере отрисовки круга много лишних конструкций на первый взгляд точки запятой вот эти фигурные скобки хотя дело вкуса но тем не менее надо писать типы надо беспокоиться о типах обязательно и все такое но язык компилируемый скомпилировал и все если ошибка в типе где-то или или чё-то не так на этапах компиляции это обнаружится здесь же обычно обнаружится на этапах работы и может упасть самый неожиданный момент но разговор не об этом так вот для начала прототипирование или просто для того чтобы познакомиться что такое программирование там может и для детей или для тех людей которые не знакомы то конечно же скриптовый язык предпочтительный но ребят если вы умеете делать вещи на языке си вот вот это все это самая простейшая города но если вы это все умеете делать то вот это вам покажется детским лепетом то есть разобраться в этом языке питоне луа или еще в чем-то будет гораздо проще но если будет наоборот вы изучите питон и вдруг вам надо будет сделать что-то на языке си или си плюс плюс или подобном языке то это может привести к суициду да 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 ребятки это реальная правда поэтому поэтому какой можно сделать вывод а вывод простой если есть возможность учите разные языки программирования и конечно же я вам рекомендую если у вас есть реально время и желание выучите язык си си плюс плюс то может быть си шарп или что-нибудь еще такое а потом уже приступайте к скриптовым языкам вот если же вы просто хотите познакомиться с программированием что это такое то конечно же вам лучше начинать с скриптовых языков такие как луа питон джава скрипт и подобное вот взяли познакомились а потом конечно же бегом учить си си плюс но на сегодня все я честно говоря подустал голова гудит ну а что делать такова наша жизнь так что сегодня все ну в принципе все это серия видео окончена поэтому ставим лайки подписываемся это очень важно еще раз повторяю подписываемся ставим лайки комментируем делимся видео а подписываемся на трех каналах на ю тубе на рутубе и на яндекс цен ну а теперь точно все всем спасибо за внимание всем пока